Электронные полисы ОСАГО оказались невостребованными в Татарстане. Почему продают действующие хостелы в Казани? И какие штрафы ввели за парковку на зелёных территориях? Обо всём этом подробнее расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте. Татарстан стал аутсайдером по продаже электронных полисов ОСАГО. По итогам прошлого года республика заняла последнее место среди регионов страны. В Татарстане было продано почти 40 тысяч электронных полисов автогражданки. Это всего лишь 3,2% от общего объёма ОСАГО в республике. Не верят почему-то наши люди в электронные все эти полисы ОСАГО. Не знаю, почему в Татарстане так. Скорее всего, потому что люди, наверное, уже обжигались какими-то мошенниками. Мы сейчас говорим не о страховой сфере, а о мошенниках, которые работают через интернет-продажи. В Российском Союзе автостраховщиков считают, что низкий спрос на электронные полисы может говорить о том, что в Татарстане нет проблем с приобретением автогражданки. Ведь ОСАГО больше всего покупают в тех регионах, где возникают трудности с продажами бумажных полисов. В частности, речь идёт о Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях. Никаких проблем у любого жителя Татарстана прийти в страховую компанию, купить полис ОСАГО нет. Это первое, что я могу констатировать. Второе, это не говорит напрямую о том, что у нас всё хорошо. Опять же, повторюсь, для нормального человека проще с того же телефона купить полис ОСАГО в течение, нужно за это потратить 15-20 минут. Было бы всё хорошо, если бы половина населения покупала через интернет и не заморачивала все головы. По мнению нашего спикера, популярность электронных полисов будет только расти. В ближайшие 2-3 года доля ЕОСАГО в Татарстане может подняться до 40%. Казанские бизнесмены продают действующие хостелы в преддверии Чемпионата мира по футболу. В интернете появилось более десятка подобных объявлений. Стоимость хостелов начинается от 900 тысяч рублей, если дорогие сети за 35 миллионов. Продавцы обещают будущим владельцам хостелов хорошую прибыль в период предстоящего Модиаля. По мнению экспертов, сейчас самое удачное время для продажи такого бизнеса. Перед Универсиадой и Кубком конфедерации также наблюдался всплеск продаж хостелов. Причины у продавцов бизнеса разные. Кто-то решил заняться другим делом, кто-то избавляется от непрофильных активов, а кому-то оказалось сложно вести этот бизнес. Ввиду того, что хостелами начинают заниматься, к сожалению, не профессионалы, не знакомые со сферой гостеприимства и гостиничным бизнесом, на начальном этапе могут допускать простейшие ошибки, что приводит к неоправданным ожиданиям. То есть бизнес не приносит тех денег, на что бизнесмен ожидает. Собственно, это, наверное, тоже можно отнести к причинам продажи бизнеса. Но, как и любой бизнес, хостел – это актив. Если он посчитал, что бизнес пора продавать, или он решил заняться чем-то другим, то, естественно, бизнес оставляется на продажу. В общем и целом спрос, конечно же, есть, потому что это молодой бизнес, динамично развивающийся. Участники рынка заявляют, что хостелы – это достаточно сложный бизнес. Здесь достаточно низкая маржинальность, при этом много хлопот по содержанию и приведению хостелов к нормам. Прибыльный ли вид бизнеса? На самом деле не настолько выгодный, как это может показаться со стороны. Он требует большого внимания, непосредственного участия собственника бизнеса в развитии и во встрече гостей вплоть до этого. Конкуренция на рынке хостелов в Казани сегодня высокая. В городе работает более 120 объектов, и это не предел. Уже известно, что в ближайшее время откроются еще несколько новых хостелов. Власти Татарстана вернули штрафы за парковку на газонах и детских площадках. Соответствующий закон на прошлой неделе приняли депутаты республики. Они внесли изменения в административный кодекс Татарстана. Таким образом, штраф за парковку на зеленой территории для граждан составит от 2 до 3,5 тысяч рублей. Для должностных лиц от 5 до 20 тысяч, а юрлиц будут наказывать сразу на 50-100 тысяч рублей. Напомним, что ранее казанские чиновники уже собирали подобные штрафы с водителей. Однако в прошлом году данная практика была признана судами незаконной. В Госсовете республики заявляют, что новые правила вводятся в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу, чтобы изменить менталитет водителей. При этом власти обещают разработать программу по расширению парковочных мест. Это были новости экономики. До встречи.